Дорогие друзья, сегодня я приехала во французскую часть, контактировала с людьми, которые реально посещают судебные аукционы в Швейцарии. И вот по последним двум семинарам мы сейчас расскажем, как проходили продажи, по какой стоимости это проходило, сколько делали ставок. Мы дадим всю информацию, очень полезную вам для дальнейшей работы. Пожалуйста, начинайте. Меня зовут Михаил, мы семья Полуяновых. 30 августа посетили первый семинар у Леоноры и сразу принялись в бой. 5 сентября первый наш аукцион, выставлялся дом. Оценочная стоимость была 850 тысяч франков. Находился в Офтринген, это кантон Аргау. Дом 142 квадратных метра и земля 751 квадратный метр. Было несколько желающих, получается, 4 человека получили табличку. Начался аукцион с нуля франков. Шаг был 1000 франков. И первая ставка, которая была осуществлена, это сделал банк 100 тысяч франков. Потом присоединились частные люди, также компании Полина АГЭ, которую мы уже знаем и со второго аукциона. И дом был продан за минут 10-15 за 700 тысяч франков. То есть, 850 был оценен, за 700 ушел. То есть, ниже оценочной стоимости. Да, ниже оценочной стоимости. И я думаю, что если никто не придет, то возможно его выкупить. Да, конечно. То есть, всего лишь 10-15 минут волнений. Да. И вы обладатель, например, дома какого-то. Да. В немецкой части это недорогой объект. Да. Что интересно, значит, залог был 50 тысяч. В основном, вот, это уже наш второй аукцион. Да, мы видим, что многие швейцарцы приходят с наличными. Да, и потом идет пересчет, оформление, их заносят в протокол и всех отпускают. Все. Дело сделано, дом продан. Да. Второй аукцион проходил тоже в Аргаму. Мы опаздывали, потому что были пробки. Аукцион был в 9 утра назначен. Мы думали, звонить или нет, потому что при первом аукционе тоже была интересная такая ситуация, когда позвонили людям, которые проводили аукцион и сказали, что они опаздывают. Вот у них есть интерес покупки дома. И тогда нам прочитали вообще условия аукциона и сказали, что уходим на паузу 15 минут, ждем тех людей, которые должны подъехать. Ну, я шокирована. И эти люди купили? И эти люди купили. Вот как раз... Что-то здесь нечистое, мне кажется. Мы тоже заподозрили сговор. Да. Но доказать ничего не смогли. Да. Ну, нам надо полагаться на удачу, в следующий раз они не придут, они уже были на двух аукционах. Может, они уже закупились, и на третьем, на четвертом аукционе уже их не будет, и мы будем покупать. Да. Второй объект был 10 сентября. Это была квартира, 4,5 комнат, плюс парковка. Оценочная стоимость была 453 тысячи франков. Объявили условия аукциона, условия платежа 70 тысяч на дозалог и остаток суммы в течение 10 рабочих дней. Начался аукцион тоже с 0 франков. Первая ставка была сразу 250 тысяч. Ого! Сейчас процентов почти. Да, потом пошло 260 тысяч, это Полина АГЭ, наша знакомая уже с первого аукциона. Дальше шел 300 тысяч, потом 310, 330, 340, 380 и за 400 объект ушел. То есть опять ниже 100 процентов. Да, опять ниже. Причем, что мы заметили после двух аукционов, что 8 ставок было как на первом аукционе сделано, так и на втором. Ну и в 9.18 мы закончили. Ой, так это вообще тут прям минутное дело. Да, да, да. Они быстро ставились. Минутное дело. Ну а были маклеры на вот этих судебных аукционах? Ну вот мы видели по названию Полина АГЭ, может это маклер, может это какое-то акционерное... Ну юрлицо, да. Юрлицо. Да, 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 может быть, да, юрлицо, а так в основном были банкиры вот в первом аукционе, а так в основном покупали частные лица. Угу. Ну то есть я видела, что по 50 тысяч вносят, а тут даже было и 70, да? Да, да. Мы тоже проанализировали рынок Швейцарии и видим, что нам надо готовить где-то, наверное, 100 тысяч, потому что вот очень много аукционов проводят, 100 тысяч залог. Ну вы смотрите в немецкой части, здесь дорого, но вы живете во французской части, здесь же тоже есть аукционы. Да, мы посетим тоже, а во французской дешевле 50 тысяч где-то нужен аукцион. Да, да, да. Да, да, да. Пробуйте. Иногда даже дешевле. Вот тот объект, который я вам землю присылал, она 9 тысяч. Вот так, 9 тысяч даже можно пробовать начинать. Да. Ну скажите, ваше вообще в целом впечатление, страшно, не страшно? Нет, не страшно, совершенно, очень интересно и полезно. И количество людей, количество посетителей меняется. Может прийти 3 человека, может прийти 10 человек. Они тоже сидят, наблюдают, делают какие-то свои выводы или кому-то скучно, а просто шоу. Шоу, ну это публичное мероприятие. В Германии точно так же. Не все, кто сидят в зале, именно будут делать ставки. Ну что, знаете вы, как находить такие объекты? Желание у вас есть, обороточка есть, чтобы ходить на эти, поэтому я могу только пожелать вам удачи. Большое вам спасибо, что вы смогли рассказать моим подписчикам. Я вам тоже советую ваши все результаты на судебных аукционах тоже ввести и рассказывать в ТикТоке, потому что у нас будет набираться уже наша компания в Швейцарии, которая будет ходить на судебные аукционы. Спасибо вам за такой багаж знаний, который вы передали. И делитесь, и продолжаете делиться, и за тот вообще чат, который вы организовали. Да, там столько полезной информации. Люди готовы помочь, то есть всем рекомендуем. Ну, правило же номер один, учиться и действовать. Все, вот все, другого ничего не требуется. Большое вам спасибо. Ну, конечно, надеюсь я, что к нам присоединятся люди, кто тоже ходит на судебные аукционы в Швейцарии, и тоже поделятся своим опытом. Продолжение следует...